Субтитры сделал DimaTorzok Как видите, я поубирал, у меня уже чисто, ну почти чисто Приветствую еще раз вас, мои дорогие, любимые друзья, подписчики В первую очередь я хочу вас поблагодарить за вашу поддержку За то, что вы постоянно со мной, постоянно поддерживаете, несмотря ни на что Для тех, кто не подписан на мою группу ВКонтакте и не следит за моими новостями, я хочу... Пока! Стиг ушел Для тех, кто не следит за моими новостями в группе ВКонтакте Вот название группы Я отдельно расскажу, почему я не делаю сейчас видео Я получил давным-давно травму и делал несколько операций на нос Последний год я не мог кататься, катался через силу, задыхался И мне нужна была операция на нос, и я ее вот сделал Только я не делал пластическую, которая мне нужна на самом деле Потому что прилипает вот эта ноздря, она без хряща у меня И я не могу дышать, а здесь вот в гору Мне нужно менять форму носа, делать пластическую операцию Но пока что у меня нет денег, в Украине я не хочу ее делать Почему? Я думаю, все знают, почему в Украине не стоит делать операцию Тем более на лице, а за границей на дорогостоящие Она может не помочь, во-первых А во-вторых, с меня урода сделают И мне нужно будет волосы вот так вот отрастить, чтобы закрыть все лицо У меня там суть Лазером мне ноздри выжгли, пазухи какие-то Дым шел с носа, где-то три дня я отходил Сказал врачу, что нужно три недели не кататься, не делать физический нагрузок Три недели, конечно, еще не пришло Не успел зажить нос, нельзя было вышмаркиваться Неделю-две, но я начал блевать носом, потому что я очень сильно отравился Я не успел отойти от операции, сразу же отравился, попал в больницу под капельницу Кто видел фотки мои в инстаграме Там меня вылечили очень быстро Сейчас уже мне хорошо Поэтому целую неделю мучился Можно сказать, это был не мой первый отдых за три года от монтажа Хоть какой-то отдых я получил Да, другие блогеры, они отдыхают, там ездят на моря и так дальше Но кто знает меня, я целыми днями работаю, поэтому я такой злой Хочу вас поблагодарить, ребята, за то, что делаете репосты моих видео, рассказывайте друзьям о моем канале Потому что только благодаря вам я набрал этих 127 или 8 уже тысяч подписчиков Благодаря вам, именно вам Спасибо вам большое еще раз Давайте перейдем к делу сейчас, а потом я расскажу, почему видео следует и дальше Я думал, как отблагодарить своих подписчиков и решил отдать то, что для меня является самым ценным в моей жизни Что же самое ценное для меня в моей жизни? Конечно же, это моя двухподвесная розовая рама Вот она Вот эта рама Вилка И футболка фрирайд Белую или черную, какую захотите, любого размера Кстати, для тех, кто хочет купить, количество ограничено, так что поспешите Их осталось всего 50 из 200 штук Разобрались за две недели Конечно, трудно расстаться со своей любимой рамой, о которой я мечтал всю свою жизнь Просто так я ее не могу отдать, поэтому маленькая предыстория, как я получил эту раму Я начал кататься в 2006 году, учил банихоп и так дальше И тогда я мечтал просто о хорошем горном велосипеде с низкой заниженной рамой Называется сокращенно МТБ Монтинбайк горный велосипед С одной передачей, чтобы пробовать катать триал опять дальше Но когда я начал прыгать дропы, когда посмотрел дизордер в другие видосы, я понял, что хочу катать именно фрирайд Но для фрирайда нужен двухподвес Двухподвес это рама с задним амортизатором Потому что амортизатор спереди и сзади амортизирует подвески с обеих сторон Поэтому двухподвес смягчает удары с больших высот дропа Именно для того стиля, которым я начал заниматься через год после начала своего катания Почему именно фрирайд? Потому что это самый безбашный, самый крутой стиль Ты можешь прыгнуть с любой высоты, съехать куда хочешь Сделать любой трюк, неважно куда ты едешь, что ты делаешь Это все время адреналин, круто, скорость и высота Поэтому я всегда мечтал о двухподвесной раме Но так как денег у меня не было на двухподвесную раму Я катал фрирайд на хартеле, что не советую делать никому Потому что страдают ваши сулобы, запястье, колено, спина и так дальше, шея Я конечно же был дураком, маленький, уже темно В общем я начал катать фрирайд на хартеле И денег конечно же у меня в моей семье не было на подвес И я просто листал журнал, смотрел видос и мечтал когда-нибудь получить любую подвесную раму Работал, перепродал запчасти еще тогда и заработал через годик-два, не помню когда точно Но купил свою подвесную раму и начал на ней прыгать 10-11 метровые дропы И те, что у меня фотки там, не буду выставлять Тогда в стиле фрирайд начало появляться несколько направлений И одно из них слоп стайл И начали упускать вот такие вот слоп стайловые рамы Но они еще были дороже, чем обычные двухподвесные на 200 хода И вот я мечтал о такой раме Мечтал очень-очень долго Я не знаю сколько лет я потратил на то, чтобы заработать на такую раму Но в итоге я ее купил бэушной Она новая, стоит около двух штук баксов Если посмотреть на официальном сайте Но их уже давно не выпускают 50 тысяч гривен и 130 тысяч рублей за велосипедную раму Да, те кто не катается, могут подумать, что это дорого, но оно того стоит В общем мечтал я об этой раме Купил ее в итоге где-то за 400, за 1200 долларов на то время Я купил велосипед на этой раме Пришлось поменять несколько запчастей, еще вложить деньги Этот велосипед достался за 1500 долларов Рама, соответственно, где-то долларов 700 бэушная такая вот стоит Для тех, кто выиграет эту раму и захочет ее продать Пожалуйста, делайте, что хотите Но послушайте дальше, какие будут условия Потому что я решил отдать раму Никому попало как с фотоаппаратом Ну, с видеокамерой Лет пять я мечтал о ней точно Именно об этой раме Представляете, насколько сильно была мечта? И когда я ее получил, вы видели мой видос Я начал творить чудеса Я начал прыгать крутые безумные дропы, как раньше прыгал Но при этом еще начал с них крутить бэкфлипы, делать трюки Потому что эта рама позволяет это делать Она не только смягчает туда на 15-метровом трамплине Но еще позволяет ее легкость и удобность Короткость Позволяет вам делать бэкфлипы с таких трамплинов Эта рама имеет не денежную, а моральную ценность Потому что на ней катался я И много кто хочет ее получить Пишут мне, решай, не оставь ее себе Оставь ее себе Я скажу вам, почему я ее себе не оставлю Я, в принципе, сейчас сам катаюсь на вареном хартеле И его два года назад купил себе треснутым Но хартел есть хартел На хартеле я могу делать трюки, прогрессировать каждый день Потому что сейчас живу в таком городе, в котором нет Даже скейтпарков нет для хартела Но хотя бы есть какой-нибудь пул И есть что-нибудь для хартела Хоть какие-нибудь трамплины А для этой рамы нужны безумные большие трамплины Которые находятся все за границей Возможности ездить за границей у меня нет Я решил, что пора уже заканчивать с одним и тем же Каждый год катать одно и то же Уже на протяжении 10 лет я просто прыгаю одно и то же, одно и то же Мне нужно идти вверх и расти И так как прогресс в стиле фрирайд в моем городе ограничен Из-за отсутствия спортов Я решил кататься на хартеле И прогрессировать в других стилях В другом направлении велосипедного экстрим спорта Для того, чтобы развить свои навыки в других стилях Которые мне помогут в будущем Лучше кататься в вот этом стиле Если я сейчас буду прыгать дальше пролетки Большие дропы над этой раме Я ничего с этого не получу Для тех, кто не понял, просто мне здесь нечего на ней прыгать Все, точка На хартеле я еще здесь, мне есть что делать, чтобы мне было интересно На этой я уже, уже мне не интересно Мне нужны большие трамплины А денег на путешествие нет Все, точка Мог бы, конечно, конечно, мог бы Мог бы И не любить ее Я мог бы, конечно, эту раму Оставить на будущее Через 10 лет, 15 Показать своему сыну Смотри, на этой раме я снимал Вот этот профайл Да, и это очень круто Ностальгия и так дальше Но Не зацикливайтесь, друзья, на материальном Потому что жизнь очень коротка И мне намного приятнее будет Если я осуществлю мечту Какого-нибудь подписчика Моего друга Потому что все мои подписчики Мои друзья У которого так же, как у меня раньше не было денег Не важно, сколько ему лет 16 или 36 Чтобы он так же не мечтал 5 лет И не работал на стройке Чтобы заработать себе на эту раму Я хочу дать ему бесплатно И чтобы она не попала в любые руки Я не только рандомно выберу победителя А среди рандомных победителей Я выберу сам лично того Кто достоин этой рамы Итак, друзья Дамы и господа Transition Battle Rocket 9 года 140 хода Ой 140 хода в амортизаторе Вилку можно ставить Ну, желательно 140-150 Можно больше, но это не круто Меньше тоже будет Выглядеть не очень В комплекте я даю натяжитель цепи Сидушку подсидел Зажим Рулевую Рулевая стакан 1.5 Я даю в комплекте Еще переходник под 1.8 Потому что у меня вилка на 1.8 1.8 Видите? С шестерки RC2X Которая тоже разыгрывает Можете поставить вилку как 1.8 Так и 1.5 Рама очень крутая Конечно, вареная Поэтому цена ей максимум 400 долларов И продать эту раму за 10 тысяч гривен Это просто подарить А дать даром мне жалко Это как выбросить на мусорку Учитывая, что я еще на ней катал Поэтому я ее убрал с продажи Я раньше ее продавал Подумал, блин Я лучше или оставлю себе ее Или подарю тому, кто нуждается Потому что продать за 400 баксов Такую раму Это грех Ребята, если кто-то не катается Хочет участвовать в розыгрыше И вам нужна какая-нибудь операция Или что-нибудь важное Вы можете продать Я ничего вам не скажу Не предъявлю за это Но если кто-то не будет продать эту раму И купить этот айфон Он не победит в розыгрыше Среди них выберут достойного А достойный Должен мне скинуть свои видосики Фоточки И сказать Почему он хочет Больше всего эту раму Учитывая, что я не получал подарка на Новый год почти Ну только в детстве До лет 13 Но очень люблю Новый год Я хочу сделать кому-то приятно на Новый год Сам Поэтому я отдам ее на Новый год Своему подписчику Не важно откуда Но если вы с России, из Беларуси Не важно, из Украины Приезжайте, забирайте ее с рук Если вы победите Или оплачивайте доставку самим Сразу говорю Стоимость вроде копеечная 400 баксов Но Она имеет очень большую моральную цену Я на ней столько всего перепрыгал Я оставлю в конце этого видео ссылку на профайл Который я снял на этой раме Кстати, почему она не розовая Уже потому что я покрасил под белый Можете перекрасить обратно ее в розовый Так как она была Но сейчас она белая Потому что я ее на продажу выставил в белый Так как розовая это мой любимый цвет Но не других людей И чтобы не расстраивать своих подписчиков Я решил сразу Почему, если я отдаю раму Почему такая крутая вилка будет валяться у меня дома Лучше ее тоже отдам Шестерки RC2X Не VF Не RV А RC2X Самая крутая модель В шмарзочи 6.6 Самая топовая модель На 150 хода Они идут 160 170 180 150 Просто с Америки Если найдете Вам повезет В Украине точно таких нет Я за нее дал Бушную тоже 400 долларов Лично Своего кармана Который я тоже на стройке заработал На 400 баксов Я купил эту вилку И Я готов ее отдать Вам Подписчики Второе место Кто не получит раму Тот получит эту вилку На 150 хода 6.6 RC2X Настройки Две подкачки По-моему в двух ногах Подкачка Отскок Компрессия Все настройки Абсолютно есть Потому что это самая топовая вилка Седьмого года Италия Кто знает С восьмого года Шестерки Ой Шестерки Фирма Морзочи Начала делать свои вилки Или в Тайване Или где там На других заводах В общем у них В Китае начали делать И с восьмого года Морзочи Очень галимые вилки Но это седьмого Это самый последний Удачный год Такую вилку Не достать Ее просто на стену Нужно повесить Это раритет Жалко конечно Очень жалко Я сейчас расплачусь Я не хочу отдавать Это просто моя мечта На которой копил Много лет И сейчас кому-то Просто на шару отдам Я не знаю Как я буду отправлять Ставить на новой почте Серьезно Мне настолько жалко Расставаться с этим всем Ради вас Потому что вы помогли Мне набрать Этих 100 тысяч Подписчиков И помогаете Постоянно поддерживаете И мой канал растет Благодаря вам Я смогу заработать себе На новый велосипед Поэтому я хочу Благодарить вас Мои подписчики Дать вам раму с вилкой Вот так вот Сидушка подсидел Шестигранник Внутри в подарок Не могу вытянуть Вынять Извините Вот Застрял Все Не могу вытянуть Ну в общем В общем В общем это тоже идет В комплекте И чтобы не расстраивать Моих подписчиков Третий Который выиграет Я ему дам Футболку Третье место На новый год Подписчик получит Футболку Фрирайд Шесть Шесть Без шести стека Нормальная Упакую Новенькая Теперь Об основном Условия розыгрыша Сумы на вашем рахунке Недостатны для Телефонного тюнка Алло Привет Ну я сейчас снимаю Видео с розыгрышем Да Поняла Что ты нравится И хватит Перезвонить Да Перезвони потом Потому что Наслужившие Сто тысяч человек Теперь Слушайте внимательно Условия розыгрыша Вам нужно быть подписанным На мой Ютуб канал Иначе Вы не выиграете Ни раму Ни вилку Ни футболку Не сможете перепродать Ее И пойти набухаться За эти деньги Второе условие Вы должны быть подписанным На мой инстаграм Обязательно Вот Вот здесь Вот Где-то Где-то Здесь Вот здесь Третье Вы должны быть подписанным На мою Группу ВКонтакте Не добавляйте Мне в друзья Не пишите В личку ВКонтакте В которой будет Пост с этим видео Вот прям с этим С Ютуба И там в комментариях Написать Слушайте внимательно Ничего не писать Не важно Что вы там напишите Главное Оставить ссылку На ваш Ютуб канал Если у вас его нет Создайте сейчас И подпишитесь на мой Потому что Когда вы выиграете Я обязательно По этой ссылке Проверю 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 Или вы подписаны На мой Ютуб канал Если да И вы сделали Репосты Этой записи ВКонтакте Тогда я вам Отдаю раму И так дальше Но Не все так просто И не все быстро Давайте еще раз Напомню вам условия Чтобы не было так Как с камер Подписаться На мой Ютуб канал Один Подписаться На мой Инстаграм Два И подписаться На мою группу ВКонтакте Три Все Но Сделать репост Этого видео С группы ВКонтакте Себе на стену Обязательно нужно Если у вас нет Контакта Во Фейсбуке Ну тогда У вас нет рамы Во Фейсбуке Участвуйте В тех конкурсах Которые в Фейсбуке Смотрите Какие у меня носки О Не могу поднять И где-то Тридцатого Или тридцать первого Числа Дванадцатый уже То есть Не через две Через две недели Я уже Попределю Победитель Две недели У вас две недели Я хотел раньше записать Но я был болен И поэтому У вас только две недели Чтобы сделать репост Этого видео И успеть выиграть Делайте прямо сейчас Чтобы не было Как с тем пацаном Который Сделал репост Моей записи ВКонтакте С розыгрышем Именно тогда Когда я назвал его имя Я смотрю по времени Я называю его имя Он делает тот же момент Репост Потому что смотрит стрим Потому что ему жалко Или что И он не выигрывает Камеры Потому что я дал камеру Тому человеку Который сделал репост 20 дней назад Потому что он Самый настоящий подписчик Так что если вы настоящие подписчики Не тяните до последнего дня И делайте прямо сейчас репост Когда вы сделаете репост Этой записи Я зайду по комментариям Роддом На программу Я выберу Слушайте внимательно 20 победителей 20 победителей 20 или 20 Не важно как На русском Я выберу 20 победителей И И Среди этих 20 победителей Я выберу троих Кому нужнее вилка Кому нужнее Кому нужнее вилка Кому нужнее рама Кому нужнее футболка Как я буду выбирать Это уже мое решение И я сам проведу его Правильно Если у человека Много денег У него есть Еще один Есть хороший байк Но он хочет эту раму И он выигрывает Я отдам тому Кто после него Следующий выбрал Если человек прыгает На айске Пятиметровые дропы Выбивает себе зубы Ломает ноги И катается в гипсу Я лучше отдам второму Потому что первого Есть деньги Короче Сделаю все справедливо И среди 20 человек Я выберу сам Лично Того Кому нужнее рама Нужнее всего И для этого Вам нужно уже Запастись хорошими Фотками и видео Потому что Если вы выиграете Я попрошу Каждого из вас С 20 человек Видео и фоток Ваших дропов Ваших прыжков Вашего фрирайда Если не будет фрирайдера Тогда уже По трюкам Будем лучших выбирать Тот Кто лучше В дёрке И стрите Будем выбирать Конечно По справедливости Позову друзей И мы вместе Решим Кому отдать Это очень дорогие вещи Для меня И кому попало Я не хочу их отдать Каждый из вас Может попасть В эту двадцатку И у каждого Есть шанс Выиграть Я проконтролирую Всё лично И сделаю Всё в лучшем виде Ребята Последнее Что хочу сказать Видео с лета Мишаня Видео с лета С лета Мишаня Видео с лета Почему Видео с лета У вас лето И так дальше Нет У нас Намного теплее Чем В России Или Где-то Ещё Где-то У нас Плюсовая температура Плюс 10 Зимой Да у нас Тепло Но листьев У нас Нет Зелёных Почему В моих Видео Есть листья Хоть там Тепло И сейчас Тепло Потому что Видео я снял Раньше Немного Почему я снимал Видео раньше Потому что Я заботился О вас Я знал Что я буду делать Зимой операцию И сейчас Через месяц Когда я Выздоровею Я буду делать Ещё одну операцию Такую же И мне нужно будет Ещё месяц На выздоровление Это два месяца Зимы На третий месяц У нас уже Пойдут дожди И сляхать У нас снега Практически нет А даже если есть снег Дожди и сляхать Не важно что У нас нет Крытых скейтпарков Вы должны это понимать У нас зимой Негде кататься Я не катаюсь зимой Потому что У нас негде И я жопу рвал Снимал с утра До ночи Целое лето И целую осень Видео Потому что Знал что у меня Будут операции Потому что Знал что летом У нас негде кататься И чтобы сейчас Каждый день Жопу рвать Сидеть монтировать Для вас видео Не важно с лета Они не с лета Они новые Чистые видео Которые я наснимал Наперёд Чтобы вы не скучали Или может быть Вы хотели Смотреть как я сижу Три месяца В стульчике Так За компом Или отхожу С операции Сморкаюсь О чём вы хотите Видеть блоги зимой Когда у меня нет Денег на путешествия Когда здесь нет погоды Я болен Я делаю операции А после операции Я просто никуда не смогу поехать Потому что денег нет Я о вас позаботился И теперь Каждый день монтирую Интересные видео Неделю я варил Но теперь начинаю Приступаю к монтажу И буду постоянно Выпускать Может не каждый день Потому что Это нереально Ещё бесплатно Если бы я ещё рекламу Уставлял тогда Я каждый день делал Чтобы больше денег Заработать Но сейчас Своим зрением Жертвовать И здоровьем Я не могу Просто так Бесплатно Так что Я буду видео По возможности Выпускать Ну раз в неделю Это точно Не знаю Леча я сейчас могу Потому что Очень сильно Сейчас болят глаза Я купил себе витамины И так дальше Но Видео Начинает выходить И целую зиму Будут выходить Видео с осени С лета То есть То что я сейчас Наснимал Я его делаю И зимой Я ничего не снимаю Соответственно Весной Где-то с первого числа Будет видео За первое число весны Ну а сейчас Зимой Чтобы не оставлять Вас без видео Смотрите И наслаждайтесь Просмотра Участвуйте Просто прошу Удачи вам Хороших праздников И так дальше Ребятам Я вас всех Очень сильно люблю Спасибо за поддержку Надеюсь Победит Тот человек Три Тех человека Которые заслуживают На этом И последнее Что хочу сказать Катайтесь Защите ребята Потому что Вчера Погиб мальчик С Киева Очень хороший пацан Он был в моем блоге Из Киева Пекарь подписан Ссылку я оставлю В конце видео Он погиб Из-за того Что ударился Головой Об асфальт И наши врачи Не смогли спасти Я не знаю деталей Но думаю Что Всегда возможно спасти Но не в нашей стране Если попадете К нашим врачам Тогда ребята Лучше не попадать Берегитесь Лучше Катайтесь Защитите Серьезно Она вас спасет Очень жаль пацана Но Нечего грустить Лучше помнить Как хорошего человека И не забывайте о том Что нужно надевать защиту Пока вы живы Потому что жизнь Очень коротка До свидания Всех очень сильно люблю Пока Я с отравлением Попал в больницу И скорая помощь Меня отвезла В место отделения Инфекционного Там где лечит отравление Отвезла меня В отделение Хирургии Хоть я ему сказал Что я отравился И заполнял полчаса бумаги Я сидел ждал С животом больным Он заполнил мне бумаги На операцию На аппендицит Представляете Я просто был в шоке Хирург пришел Потрогал И мне сказала Этому врачу Ты что дурак У него мягкий живот И он отравился Он же сказал тебе И он А ну ладно И меня повезли В другую больницу В другое отделение В общем Это то что я хочу Сказать о врачах Наших То что я упустил И поэтому Лучше Не попадайте К врачам нашим Не болейте И надевайте Обязательно защитку Удачного вам дня Я вас всех сильно люблю Спасибо за то что Вы со мной Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому